И снова здравствуйте, мы продолжаем Horizon Zero Dawn, и я знаю, что в конце прошлой части я говорил, что между ними я похожу, попробую там пофармить, пособирать всякую билиберду, но чё-то я так, знаете, подумал и решил, что я хочу понять, я хочу узнать, что произошло с сестрой этого долбаного, значит, как его... Господи, а где он? Вот он. Эренд, вот, да, с Эрендом надо пообщаться, поэтому мы сейчас перемещаемся в костёр, и поехали. Эти озерам приходят сюда, в наш священный город, но не хотят перенимать наши обычаи. О, здорово, пацаны. Так, я, к сожалению, пилозубика пока так и не заблонил. К сожалению. Но будем держать это на повестке дня, потому что я бы хотел новый лук себе сделать уже, наконец, который бронебойный такой, как снайперская винтовка. Вот, а пока идём к Эренду и пробуем это задание посмотреть. Найдём же сестру его. Очевидно, что она просто решила, так сказать, инсценировать свою собственную смерть. Вопрос только, зачем и почему. Может быть, она что-то узнала, что нужно было использовать для безопасности, короче, там, не знаю, может, она как-то защищала народ. В общем, хочу узнать, вот. Очень интересно мне узнать. Господи, а куда? А, тут прям, я понял. Ещё, кстати, появилась информация. Вот, Саня со мной поделился. Он тоже проходит Horizon, который в Орлонец. Мы с ним кооперативы пишем, если кто не знал. В общем, в главном городе, где мы респанулись, я так подозреваю, это либо вот здесь, где-то, короче, в главном городе, есть некая старуха, которая может пояснить, что вообще произошло. Послушать лор. Я обязательно выясню её адрес, и мы сходим, наверное, в следующей части с ней пообщаться, потому что мне очень интересно. Здорово. Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идём со мной. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрент? Внутри он у Короля Солнца, и нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Укротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует. Я не хочу интриговать. Поздно. Я бы хотел их всех сжечь. Пила зуба вам взад. Ерунда. Аристократы, как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтёшь его весьма разумным. Ну, окей. Что, сюда? Та самая Лой. Что может видеть незримое. Я рад. Эрэнд, ты оказала мне большую услугу. Эрэнд, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу её. Выходит, что её похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мёртв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждёт распоряжений на рыночной площади в Смоленом Утёсе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала. Но для меня это исключительно важно. Так, давайте спросим про его отношение к Эрзе. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азерам, я бы не смог освободить Меридиан. И положить конец тирании моего отца. Ааа, так. Давайте. Мне надо идти. Знаю. Что ж. Говорят, король не просит. Но умоляю. Найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду. Так, не вопрос, король. Если король умоляет найти ее, я не то чтобы прямо подчиняюсь, но я прислушаюсь и помогу ему. Итак, нас отправляют с вами на север. О, зараженная зона 300 уровня. Слушайте, а я тут не отхвачу. Да, там целый лагерь. Здесь нет ни одного костра, чтобы туда попасть, скажем так. Я просто думаю, это же такое. Нельзя переместиться. Понятно, да. Спасибо большое. Серые кости. Ну, короче, что я вам скажу, товарищ. Попробуем найти эту сраную Эрзу, а? Может, ее и правда похитили, а не она там сама инсценировалась. Поехали сюда. Так. Я еще вот знаете, что понял. Например, сколько я там уже проиграл? Там часов шесть, семь. Восемь, может быть. И я понимаю, что мне, например, вот эти вот лошади, они мне вообще не нужны. Единственное, как можно их использовать, это в боях. Но, к сожалению, не могу заставить этих ублюдков за собой ходить. Помните того пилозуба? Этот козел так и не стал, так сказать, подчиняться мне, повелительнице стальных машин. Что как бы немного печалит меня, как Элой. Если бы я был Элой, я бы опечалился вообще просто в хламину. Ну, окей. Идем вперед. Там будет зараженная зона. Оценим ситуацию. Возможно, ее можно будет очистить. Потому что, как вы знаете, у меня теперь есть лук. Да, у меня, правда, нет нормальной брони, но у меня есть хотя бы какой-никакой лук. И вот я еще что хотел посмотреть. Да, шкура лисы нужна, точно, точно. Я просто забыл, что там нам надо. Значит, лис надо мочить. Шкура лисы, окей. И плюс еще нужна процессор, чертов. Пила зуба. Я буду называть его процессором. Мне как-то ближе. Все-таки это тварь-машина, поэтому... Процессор звучит логичней. Что это? ХП-шечка? Это прекрасно. Знаете, хотелось бы еще, чтобы в игре была реализована прокрутка времени. Потому что хочется мне иногда там, например, до восхода прокрутить. Потому что восход здесь шикарен. Вот. Но, к сожалению, пока мне такой возможности не дают. Зато здесь отличный фоторежим. Забираем. Так. Значит, прямо по курсу у нас зараженная зона. Я уже вижу фонари машин. Сейчас посмотрим, кто у нас там из зараженных шарится. Как я помню из предыдущих столкновений с зараженными, они достаточно мощные, падлы. Намного мощнее, чем обычные. Значит, эти. Ну, это куры здесь ходят. Окей, куры и большая пупуська. Не-не-не-не-не-не-не. О, черт. Да, ребята, у вас тут, я смотрю, это опасно. Место-то у вас тут прямо очень опасное. Все, костерчик я, так сказать, запрограммировал. Теперь можно будет здесь появляться. Главное, что меня никто не выслеживает. Все остальное меня особо не колышет. Уж извиняйте, что начинаем мы в темноте. Но, как мы знаем, за темнотой следует свет. Так что, я думаю, как раз самые интересные моменты будет светло. Зараженная зона. Да. Вот она здесь. Сейчас мы на нее посмотрим. Кто здесь ходит? Чтобы хотя бы понять, я справлюсь вообще, нет? Твою мать. Это кто вообще? Камнегрыз. Два камнегрыза. А-а-а. Какие там уязвимости-то мне говорили? Огонь. Сопротивляемость чему-то, короче. Окей. Ну че, попробуем? Я готова. Друг, ты только не проп... О, черт, я понял. Я не могу по нему попасть, потому что он очень быстро убирается обратно. Ладно, жопа такая. Куда стрельбит-то в тебя? Жесть просто. Он мне так надублонил, чтобы мама не горюй. Да, к сожалению, с такой броней мне особо много ничего не светит. Вот я вам так скажу. Броня у него, конечно, сумасшедшая. Ну, надо, в общем, пилозубов дрюкать, чтобы получить больше брони. Ладно, запомним. Я думаю, у нас будет, ребята, либо стрим, либо отдельная серия по зачистке подобных зон. Но я просто решил попробовать, чтобы понимать вообще свои силы. Я понял, что пока что, так сказать, без брони и вот нормального обмундирования. Суваться сюда смысла нет. Суваться, простите. Суют обычно мне за щеку стальные лапы и когти эти гады. Так, куда нам там топать? Надо костерчик сейчас будет вот этот прокачать. И смотрите, поблизости нет ни одного костра, чтобы потом можно было вернуться. А вот пилозубы. Это ж пилозуб? Пилозуб. Сдается мне он тот, знаете, с лазерными пушками. Так, я приближаюсь к логову пилозубов, судя по карте. А вот слева у нас тут черепашки. Буду их называть черепунделями. Где-то здесь вы должны... Вот, смотрите, вот там вот не пилозубы. А это падальщики. Окей. Но там что-то большое точно же лазило. Или мне показалось? Странно, что там эти... Во, 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 во. Слушайте, они гораздо больше, чем я думал. Там черепашка. Бизон. Не, бизоны это... Это немного не... Да, это бизоны. Я перепутал их. Боюсь, они мне пока не по зубам. Поэтому надо быть крайне аккуратным. И топать по берегу, чтобы меня не засекли. А то будет очень обидно, если меня вынесут. Смотрите, они даже не смотрят перед собой. Им абсолютно наплевать. Пригодится это точно, Алло. И вот, знаешь, как мне везет прям, это точно пригодится. Почти добрались, товарищи. О, коровки. Люблю коровок. Это ж коровки, да? Да, это лентоноги. Вот так вот их называют. В общем, я добрался. Сто шагов осталось. Это уже прям три копейки. Коровку не будем арканить. Потому что она вряд ли мне пригодится. Сражение со всякими человекообразными существами. И смотрите, какие интересные постройки. И это похоже, знаете, на что-то типа... Ну, не знаю, нефтевышка, возможно. А это вообще работает. Упачки. Это генератор, да? Генератор-лесопилка. Короче, это водяная лесопилка. Как вам такое дерьмо? Не уверен, что силой воды можно достичь такую вот силу, чтобы прям бревна пилить. И кто владелец всего этого богатства... О, еще один костер. Странно, я вроде не видел его на карте. Ну, окей. Вот смоленой утес. Агент Марадо должен быть на рыночной площади. Ты абсолютно права, Элой. Так, мне сюда. Вот аргаж есть. И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. В смысле, серьезно? Поискать? Разрешите агента? А-а-а. Ну, я просто... Ну, понять бы, еще где искать. Охренеть, во всей зоне. Ну, окей, давайте походим, поспрашиваем. Где там этот сраный агент? Ты агент? Ты что, какая дерь... Че, здесь какие-то прям мерзкие. Вот что за люди вообще? Тупые дебилы. Да мне насрать, вот честно уже. Тут какие-то люди нихрена не приветливые. Че, нашел? Не? Меня... Походу, он нихрена не нашел. Ладно. Есть агенты? Обобрал. А, он за мной носится. Че, нашли, что ли? Нет? Не нашли мы нихрена. Так, ну... Было бы еще классно понимать, что я обшарил, а что нет. Ну, здесь я вроде как все обшарил. Наверху-то, да? Выше подняться мы не можем. Тогда давайте спускаться внизу, шариться. Довольно сомнительное задание. Я просто не люблю, когда затягивают. Ты агент? Ты не агент. Этот тоже не агент. Смотрите, какая кузница прикольная. Ну, я сомневаюсь, на самом деле, что он может быть на улице. Хотя, вот... Я молодец. Я ходил, как дурак тут искал, а оказывается, следы-то были вот разбросаны. Пожалуйста, вот видите, следы. Почему я не могу себя... Вот. Еще следы. Кто-то шел за тем же, за кем и мы. Это плохо. Да я понимаю, да. Только можно мне путь отобразить? Спасибо. Ага. Так. О! Кажется, я нашел агента, да? Это агент Марада. Люди Дарвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да. Таким картам стоит следовать. Вот смоленой утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дарвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда. Что, война намечается? 300 шагов. 400 практически. Мне еще севера не надо топать. Нифига себе. Ну окей. Прыг-скок. Кстати, а что тут Таргаш делает? Ну-ка, есть у тебя что-то интересного? Угу. Гремучник Карха Тьмы. Очень редкий. Слушайте, я такое еще не видел оружие. Единственное, мне не хватает на него шкуры лисы. И опять же, вот есть еще такой гремучник. Так, блин, жирного мяса не хватает. Но это можно собрать, в принципе, недолго. Я так понимаю, что это некий гарпун. Видите, у них даже там по боеприпасам видно. Но я совершенно не понимаю, вот как же ж мне, как же ж мне. Вот я могу что-то из своего этого продать арсенала? Не могу. Окей. Я к тому, что у меня же есть вот копье. И я ни разу... Доступные протоколы перехвата. Ага. По-любому есть еще копья. Вопрос только, где их купить. Видите, нарисовано, сколько всего находится котлов на карте. То есть я, получается, два котла прошел. И у нас еще впереди четыре. Хорошо, ладно. Пойдем. Надо найти мне, короче, копье. Обязательно. А пока что валим туда, куда сказал валить нам Эрент. Или как его там нахрен. Все время путаю, знаете. Вот в любом случае, Эрзу я запомнил сразу. А этого придурка до сих пор путаю его имя. Но он особо, знаете, не привлекает, на самом деле. Король намного, да, как это сказать, харизматичней, что ли. Вот если говорить о персонажах, король мне больше зашел. У него хороший такой разговор. Мне понравилось. Так. Этих ребят мы тревожить не будем. А вот лису завалить было бы классно. Но здесь, походу, они не водят. Твою мать. А-а-а. Дружище, дружище. Слушай, давайте я захвачу, а? Раз уж ты так близко. Э-э-э, чёрт. Так, всё, уходим. А то это сейчас затянется, меня опять отпидорят, и всё будет печалечка. Так что идём по кустам, туда, куда надо идти. Беги, лой, как никогда не бегала. В общем, нормально, там ещё костёрчик нас ждёт. Супер, можно будет телепортироваться просто по всей карте, как сумасшедший. Что очень... О, твою мать. А, ну это аллигаторы, они же это... Боятся огня, насколько я помню, да? Да, уязвимость огонь. Давайте их вынесем. Я справлюсь. Охереть, он взрывается, падла. Ща бахнет. Ты чё не бахаешь? А ну бахай. Да задолбал ты меня со своим льдом. Почти готов уже. Всё, разнесло его к херам. Так, стрелы восполняем. Что у тебя, друг? Проводочки. Отлично, проводочки. Мне вот для этих стрел прям очень нужны. Я прям очень их люблю. А для этих надо какую-то фигню. А вот здесь всё-то интересное должно лежать. Ткань защиты от электричества. Окей. Так, ну продолжаем наш путь. Костёрчик я открыл. Летающая горгулья здесь имеется. Которая тогда надрала мне задницу, если вы помните в прошлой серии. Но это не беда. Кажется, я оторвалась. От кого? Мы же их убили. Ты чего? Ненормальная, что ли? Лой. Ты меня пугаешь. О, чё это за херня? Непонятно, но очень интересно. Окей. Машины. Их сковали цепями. Дервал техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем. Так. Вперед. Убедить чужаков и машины. Но машины мы можем захватывать, как вы знаете. Поэтому мы сейчас этим и будем, наверное, заниматься. Если захватить машины. Так. Это у нас кто? Лиходей. А это у нас кто? Долгонок. Долгонок такой, если лиходей лучше брать. Он тут точно шороху-то наведет. О, да. Это уж точно. Да пролегни ты, твою мать. Сейчас мы тебя захватим. Можно тебя? Нельзя? Какого хера? Так. Смотрим. Где их можно освободить-то? Вопросик. А посмотрим, этот будет меня атаковать вообще? Нет? Не, я не могу. О, могу. Так, друг. Твою мать. Я немного провалился. Стой, 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 стой. Ты только там это. Идею я понял. Давай еще. Иди сюда. Я не могу его почему-то захватить. Твою мать, облом. Чужаки, выпускайте машины. Стреляйте в цепи. А, и вы прямо на меня, да? Ох, е-мое. Как меня отбрасывает, когда у них что-то ломается. Прямо. Прямо капец какой. Ладно, придется выносить тачки. Давай, дружище, не вставай. Замечательно развалился. Мне очень нравится. Хорошо, идем дальше. Я просто не хочу тратить крутой лук. Ребята, а вы не хотите меня подождать-то, нет? О, это ж пушка, твою мать. Ребята, подождите, я уже иду. Ну, подождите, подождите. Вот этого вы точно, ребята, не ожидали, да? Кто это по мне так хорошо? Твою мать. Мой косяк. Теперь все сделаем красиво. Мне дозервало. Очень надеюсь. Чужаки, выпускайте машины! Стреляйте в цепи! Болову не поднимай! На тебе вот по этой штучке твоей. Даже не знаю, что это. Трагス. Добавляйте мне! Добавляйте! Так. Это не макула! Это не макула! Джесси. Класс, вот это мне нравится Покусим, как друг Забираем А это, вот это его пукло, да? Нет, это его батарейка Ребята, постойте, сейчас вот тут У меня просто есть очень интересные и важные вещи Я их забираю Потому что они не дохнут Пушка, кстати, с него, а, вон она вывалилась Нифига себе, тетка, что ты просто Нахрен терминатор Да сдохни, прошу тебя Спасибо, а это мы забираем Ха, не будем подходить Блеско, чтобы они охерели Так, с этими покончено Ну, по крайней мере, пока Кончились патроны, но это не беда Здесь не пробраться Здесь пробраться Да не лезется что-то, вот Я бы с радостью, может, и полез бы Следующий Там наверху были лучники, которые меня в прошлый раз вынесли Но сейчас я что-то их не вижу Да, блин, 60 прямо в лицо Да что ж ты не поотдыхаешь-то никак Так, ребята, убейте его сами Надоело Да, вы пока их бейте Да, вы пока их бейте, а я тут облукаю Сейчас, тут просто очень много всякого разного приятного барахла И я прям не могу стоять, чтобы не облутать здесь их, понимаете Вот, ну в общем А, вон там что-то еще зеленое Сейчас я быстро гляну Ясно, спираль какая-то Окей, пойдем Пойдем Мы сейчас будем воевать за Эрзу А это что за звук? А, ясно Птица И опять этот мудак Ой, ребята Ну, что я могу сказать Может, мы пройдем просто и как бы Или повозиться с ними, а? Ну, что ты смотришь на меня? Давай, выходи Черт, это был мой лучший выстрел Спал, спал Почему он именно меня атакует? Матчи своих друзей Я знал, что эта стрела его ушатает Так, все, с этим завершили мы работу Давайте доделаем птицу Я плюс еще прокачался Это значит, что у меня есть навыки Птица, вставай Черт Давай, взрывайся Я знаю, что ты можешь Отлично Красиво Просто до усрачки Я бы, знаете Чисто бы с этими машинами бы и рубился Это уж больно прекрасно Так, восполняем боеприпасы Лутаем птицу Всякие там обломки собираем И идем, в общем-то, туда уже Вот так вот А, это пушечка, да? Пойдем, пойдем Я его вот здесь вот положу На всякий случай, если придется уходить И уходить придется в спешке Вдруг тут сюда кто-нибудь ломанется Припасем, короче Это что, мина? Дервал велел тебя убить Эрэнд, не поможешь? Глянь-ка, че у меня Эрза наверняка там Надо прорваться Пойдем, прорвемся Не пройти Наверняка парализатор Дервала Я найду обходной путь Вот чем они защищаются от этого жуткого звука Ну, пойдем, что ли ХПшечку восполним Огнедых возьмем Вот это вот все соберем И пойдем Тяжелая штука И бьет мощно Вдруг там еще какой-нибудь хмырь сидит Который с большим пулеметом Эрза 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 Эрент Дервал пытал меня Он мало знает Почему ты не взяла меня Я должен был пойти Пусть я никчемный пьяница, но Нет, дурак Дервал прислал письмо Вызвал меня на переговоры Я знала, что это ловушка Потому не взяла тебя Чтобы ты не попался Просто я переоценила свои силы Думала, что справлюсь Только не сдохни Вот я прям тебя прошу Послушай Дай ее Ну что за херня Эрза Нет, нет Не умирай Я не подведу Обещаю Эрент Соболезную Надо найти Дервала Но меридиан Лежала здесь И Хэн говорит Когда бы мы пришли И она померла Только когда ее спасли Наоборот Она должна выживать Это же просто глушилка Сука Чтобы она не убеждала Что за херня Ой, не люблю я Такие вот Вещи Заберем Сумки забиты Так Мне надо вот это Как-то забрать В моей сумочке Ну-ка пошли Ресурсы Это же такой И зарядники Нахрен Влезете, ребята Теперь нет Не влезете А Ну да Я не то очищал Надо же сумку Для модификации Так Ну давайте Вот эту вот Фигню Выбросим Это же такое Спираль огня 5% Нахер Урона от копья Оставим Да, оставим От холода Минусуем Заражение 15 Десятку выкинем Оставим это Теперь у меня есть Три слота И я это все Забираю И получается Мы можем Немножко модифицировать Оружие Но заметьте Кстати Я не могу копье Модифицировать Какого хера Вот Да У него нет Модификаций Так Ладно Давай смотреть Блин Я так расстроился Что-то Я надеялся Что мы ее спасем Но что за херня Да Я в курсе Да Испускает Высокочастотные Звуковые волны Парализующие Людей Странное устройство Красиво сделано Ну я бы на ее месте Значит В такой момент О красоте Не рассуждал Но это ее выбор Окей Кажется я что-то Обнаружила Нам надо вернуться Во дворец Иди Я догоню Я должен Позаботиться О сестре Ну не вопросы Рэнд О пограничной земле Слушайте Такое ощущение Что основной сюжет Разделился на два Представляете Как прикольно И солнце падет Новое задание Ну мне кажется Я не знаю Я чувствую Что мне нужно Сейчас идти По этому квесту Потому что Может быть Меня ждет В финале Какое-то вознаграждение Возможно Даже копье Да ты не боись Элой Тебе особо Это плохо Не станет Так Ну что я могу сказать Господа Думаю на этой прекрасной ноте Успешного В кавычках Завершения задания Мы очередную серию По Horizon Закончим В следующей части Я хочу попробовать Добить этот квест Потому что Ну мне просто интересно Что он там В меридиане Приготовил И если Быть может Я себя защищу Короля Он меня вознаградит Чем-нибудь Было бы неплохо Ну а дальше Что Дальше у нас Котлы там всякие Да Ну и основной сюжет Естественно Да Единственное только Знаете Вот у меня вопрос К ребятам Кто прошел игру Вы только без спойлеров Можете мне написать В комментарии Что будет После основного сюжета То есть Есть ли мне смысл Сейчас пройти Основной сюжет Чтобы потом Был открыт Весь мир И я по нему Полазил Если Такая возможность У меня будет После основного сюжета Я тогда сейчас Фокусируюсь на нем Если же мир Мне не откроют После основного сюжета И будут просто титры И досвидос Начинай новую игру Тогда Приходится Придется лазить Сейчас По открытому миру Вот Черканите мне Пожалуйста В комменты Я попрошу Моих Обожаемых Модераторов Проверить это все Потому что Сам я Как вы знаете Комментарии К подобным играм Не читаю Для Избежания Спойлеров Вот для этого У меня есть Мои замечательные Друзья Модераторы Поэтому спасибо За внимание Услышимся В следующей части Прохождения Horizon Zero Dawn Я тебе покупаю По кусечке Редактор субтитров А.Семкин